Телекомпания Seasons представляет Фильм Жанна-Марии Давида Родезийский Риджбек Африка известна своей дикой природой. Она подарила миру удивительных собак. В пустынях севера у подножья Атласских гор живет крепкая и шустрая гончая слюги, верный спутник кочевых племен. К югу от Сахары, в Сахеле, обитает замечательная собака, быстрый и хваткий Азавак. В Центральной Африке предпочитают басенджи, который является прямым потомком первых примитивных собак. Его особенность в том, что он никогда не лает. И, наконец, в Южной Африке, в Зимбабве и Южно-Африканской республике, популярна очень крупная собака, которая славится своей мощью и крепкой мускулатурой. Это Родезийский Риджбек. Сегодня дикая природа Южной Африки оказалась под угрозой исчезновения. Многие выживают только в национальных заповедниках, таких как парк Крюгер в Калахаре или специальных заказниках. С Родезийским Риджбеком человек чувствует себя в безопасности среди диких животных. Эта собака великолепно адаптирована к саванне. Тысяча километров от Африки, в Эльзасской деревушке, недалеко от Кальмара, мы встретились с месье Виттермантелем. По профессии он винодел, но у него есть и вторая страсть – Родезийский Риджбек. Ферма Виттермантеля – одна из самых красивых во Франции. Давай прокатимся. Месье Виттермантелем регулярно вывозит своих собак побегать по равнинам Эльзаса. Красивый вид. В таких местах приятно прогуляться. Есть и пруды, и горы. Виттермантелем регулярно вывозит своих собак побегать по равнинам Эльзаса. Отлично. Здесь остановимся. Выходим, выходим. Погоди. Сейчас. Пойдем гулять. Осторожно. Давайте, гулять, гулять. Хорошо. Гулять, все гулять. Молодцы. Привет, Франсис. Как дела? Привет. Сегодня он встретил своего друга, месье Жакеля, тоже большого специалиста парадезийским Риджбеком. Привет. Привет, Ролун. Как дела? Хорошо. Как у тебя? Нормально. Пошли гулять. Бегом, бегом. За мной. Али. Али. Пошли гулять. Али. 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 Аркин. Али. 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 Родезийский риджбек это прежде всего собака, у которой есть две отличительные особенности. Первая это гребень на спине. Он должен иметь конусообразную форму и быть четко выражен. Он должен быть длиной примерно в две трети от длины корпуса, начинаться прямо за плечами, иметь две короны, предпочтительно симметричные и заканчиваться в области почек. Основной стандарт породы гребень должен быть прямым. Если он отсутствует этот дефект, это абсолютно неприемлемо, так как гребень это особенность породы. Родезийский риджбек очень мощная собака, при этом очень элегантная и породистая. Что касается размеров, то кобель может достигать в полке 63-69 сантиметров. Суки обычно чуть меньше, 61-66 сантиметров. По стандартам этой породы рекомендуемый вес 36,5 килограммов для кобеля и 33,5 для суки. Это, так сказать, средний вес. Губы должны быть тонкие, плотно прилегающие, довольно сухие. Шерсть короткая, плотная, грубая, за ней не требуется какой-либо особый уход. Окрас допускается разный, от светло-песочного до красного дерева. У этой собаки окрас рыжий, даже скорее апельсиновый рыжий. Это очень сильная собака, с великолепно развитыми мышцами задних конечностей. Задние лапы очень важны, так как именно на них приходится основная нагрузка. Именно они залог хорошей скорости и выносливости ричбека. Грудь у этой собаки не очень широкая, довольно глубокая, но мощная. Хвост она обычно держит прямо, он должен доходить до подколенной впадины. Нос должен быть черный, иногда допускается также темно-коричневый. Цвет глаз зависит от цвета носа, они должны быть идентичны. Зубы должны быть крепкие и крупные, особенно клыки. Что касается ушей, как вы видите, уши довольно большие, посажены высоко. Широковаты в основании и постепенно сужаются к концам, а не прижаты к голове. Если у собаки есть так называемая маска на морде, то она должна быть и на ушах. В этом случае окрас ушей темнее, чем окрас корпуса. Африка – страна легенд, и неудивительно, что возникновение этой породы также окружено легендами. По преданиям, их предки служили еще финикийцам и египтянам. Изображение собак не раз находили в гробницах долины Нила. Но это всего лишь легенда, реальность прозаичней. Она восходит в 16 веку, когда португальские мореплаватели и торговцы впервые добрались до побережья Южной Африки. Там они обнаружили местную и коренную породу африканских собак, у которой была характерной особенностью – этот самый гребень. Именно поэтому португальские мореплаватели и торговцы назвали эту собаку «пес с гребнем». Собака сильно отличалась от той, что мы видим сегодня. Это результат селекции, постоянного тщательного отбора. А в то время это была уродливая собака, похожая на гиену. Она сильно отличалась от того, что мы видим сегодня. Затем, в 17-18 веках, Южную Африку начали осваивать сначала голландские поселенцы, потом английские. Они, конечно, привезли своих, европейских собак. Их стали скрещивать с местными породами собак. В результате подобных скрещиваний, главным образом с гатентотской породой, появился этот гребень. Это особенность. Она стала основной характерной чертой новой породы, которая прославилась своей мощью. А в конце позапрошлого века, в Родезии, на эту породу обратил внимание великий охотник Корнелиус ван Руэн. Он начал ее использовать для охоты на крупного зверя. Отсюда ее первое название – собака-лев, или лайн-дог. Тихо, тихо. Перестаньте. Молодец, молодец. Хорошая собака. Так, пошли. Пошли, пошли. Попрыгаем. Давайте, давайте. За мной. Филипп. Филипп. На сегодня хватит. Давайте. В машину. Давайте, давайте. Попрыгаем. КОНЕЦ Риджберг отлично справляется с самыми сложными заданиями. Залог успеха – полное доверие между хозяином и собакой. Сюда, сюда. Осторожно. Молодец. Молодец. Хорошая собака. Да, да, ты молодец. Риджберг – это собака, которая хорошо поддается дрессировке. Она всегда слушается команд. Отлично их исполняет. Но, конечно, для этого надо запастись немалым терпением. Собака должна быть всегда спокойной. Ей ни в коем случае нельзя волноваться. Иногда эта собака оказывается даже умнее своего хозяина. Отлично. Это мать и ее щенок. Щенок еще не совсем освоился, но скоро это пройдет. Видишь, оступилась. Хорошо, молодец. Темба, прыгай. Еще раз. С мумбой. Хорошо, когда есть собака, которая может научить остальных. Темба, ко мне. Прыжок. За мной. Давай, Ореоль, прыгай. Темба. 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 Этим щенкам всего два месяца. Но с самого раннего возраста Ричбек уже хорошо развит. Если едет машина или идет человек, видите, Ротвейлер абсолютно спокоен, а Ричбек гораздо энергичнее. Он сразу у ворот, он чует издалека. Ричбек всегда рядом, когда это необходимо. Смотри, какие собачки. Это Рамба, действующая чемпионка Франции. Смотри, какой красивый гребень. Собака с гребнем? Ричбек. Хорошо. Хорошо, молодцы. Умница. Давай, давай. Молодец. Ореоль. Смотри. Благодаря Родезийским Ричбекам я страстно полюбил прогулки на свежем воздухе. Это не бега и не охота. Мы просто бродим по виноградникам. И собака знает, что она должна быть рядом. Она предана своему хозяину. На своей исторической родине, в Южной Африке, Ричбек был охотником. Во Франции тех, кто охотится с такой собакой, встретишь не часто. В департаменте ОБ мы познакомились с месье Жайсланом. Один из немногих французов, который охотится с Родезийским Ричбекамом. Его собаке чуть больше года. И хотя она еще не достигла полной физической зрелости, ее охотничьи рефлексы уже довольно развиты. Ищи. Давай, давай. Ищи. Хорошо. Хорошо. Не отвлекайся. Давай, ищи, ищи. Я обнаружил, что эта собака подходит для охоты на водоплавающих птиц, когда она не пробыла у меня и полгода. Однажды я взял ее с собой на охоту на уток. Как только собака увидела пруд, она бросилась в воду. Оказалось, она любит охотиться, как и другие собаки. Она абсолютно не боится воды. Наоборот, готова сидеть в воде целыми днями и никогда не мерзнет. Молодец. Идем. Давай, давай. Пошли. Иди. Я? Ко мне. Иди. Лично я обожаю охотиться с этой собакой на уток, потому что она здорово лазает по зарослям. Я вообще думаю, что таких собак пора выделить в отдельную категорию. Она хорошо ныряет, отлично поднимает утку в камышах. Если вы подстрелите утку, шансы, что собака ее найдет, 99,9%. Она ужасно упрямая. Если видит, что утка упала, без нее не уйдет. Здесь недавно были утки. Давай, ищи в камышах. Ищи, ищи. Ищи. Нашла? Молодец. Неси сюда. Давай, давай. Молодец. Молодец. Умница. Видите, если бы не собака, я бы ни за что не нашел эту утку. Она была ранена, собаке пришлось нырнуть. Преимущество этой собаки в том, что она не отходит далеко. Она отмечает, куда упала утка и делает свою работу, находит ее. Эта собака идеально подходит для такой охоты, в отличие от крупных пород, которым нужно много бегать. Это отличная собака, с которой можно хорошо поохотиться. И когда вы отправляетесь на охоту, собака делает свое дело, они бегают попусту, как многие другие породы. А вы остаетесь не с пустыми руками. Это собака, на которую можно положиться. Хотя даже с такими собаками иногда приходится проявлять твердость. Если вам повезло, и у собаки хороший нюх, все будет замечательно. Это очень спокойная собака, очень послушная. Она всегда около дома, она хороший сторож. Если что-нибудь, хоть что-нибудь около дома будет не так, она сразу залает. Хотя в ней нет ни малейшего признака агрессии. Дети могут подходить, гладить ее, тискать. У нас никогда не было никаких проблем с фрадезийским риджбеком. Он не злобный. Иди сюда. Иди, давай, давай. Лови. Лови. Давай, давай. Молодец. Лови. Отдай. Отдай. Отдай мне. Дай сюда. Дай мне. Дай мне. Молодец. Птица не повреждена. Ее схватили на лету. Именно поэтому нужно быть очень осторожным с ружьем, потому что если ружье стреляет быстро, вы можете задеть собаку. У этой собаки отличный нюх. Она идет по следу. Молодец. Не важно, кто это. Куропатка, фазан, перепел, утка или голубь. Собака абсолютно универсальна. И это еще один плюс этой породы. Департамент ОБ известен как «Край богатой дичью». Объявлена охота на кабану. Ричбек Месье Жеста отлично вписался в группу любителей, собравшихся по этому случаю. Собака замечательная. Она добыла четырех куропаток и двух перепелов. Без проблем. Ну что, спускаем? Пошли, вперед. Я подам сигнал, когда они возьмут след. Для меня одно из важных качеств, это то, что собака не уходит слишком далеко. Даже когда она охотится в лесу на кабана. Мы знаем, что кабан где-то рядом, но она не убегает слишком далеко. Как только мы подходим, она сразу возвращается. Эта собака доставляет мне настоящее удовольствие. Она прекрасный спутник. Не зря говорят, что хорошая собака – это большая удача в жизни. Мне повезло. Пора домой. Родезийский риджберг малоизвестен во Франции. Хотя эта бывшая собака для сафари выбрала в себя все лучшие качества своих многочисленных предков – примитивных африканских собак, борзых, английских мастей. Некоторые представители породы способны развивать скорость до 60 км в час. Они могут выследить и удерживать на расстоянии крупных диких животных, таких как львы. Но риджберг еще и отличный компаньон. Собака подходит и для любой охоты, и для охраны. Популярных среди англосаксонцев ридезийских риджбеков ждет неплохая карьера и во Франции. Программа подготовлена к эфиру по заказу студии «ЮСЕМИ». Субтитры создавал DimaTorzok